У нас 30 различных направлений бизнеса в разных сферах. Четыре из них это в аграрном секторе, а вот эти четыре самые сложные направления с точки зрения продаж, с точки зрения обслуживания, с точки зрения расширения и так далее. То есть это самое сложное, которое заняло больше всего времени. Мы за 2018 год заплатили в бюджет страны 550 миллионов гривен налогов. Наша компания. Мы привлекли валютные выручки в эквиваленте в гривне где-то 700-720 миллионов гривен. В рамках Украины эта компания выше среднего. Я считаю, что мы имеем право говорить о проблематике, о наших желаниях, о наших желаниях развиваться, идти вперед, но у нас есть ряд тупиков, ряд преград, которые просто нам не позволяют это делать. В прошлом году хотели реконструировать одну площадку нашу, потом мы посчитали для того, чтобы нам заплатить по закону, а потом еще не по закону вещи, которые нам могли позволить бы запустить эту площадку. Нам просто выгоднее было в Германии открыть завод, чем строить на нашей же площадке, запустить такое производство. Потому что столько нужно всего заплатить, уплатить, получить разрешений, что это уже потом не будет ненужно никому, понимаете? Это никогда уже не окупится. То есть у нас создано все, для того, чтобы никто ничего не делал. На сегодняшний день самые большие инвестиции, которые могут привлечь на страну, это то, что уже создано в Украине, грубо говоря. Понимаете? То есть у нас на сегодняшний день потенциал развития того, что уже есть, готовы, работает, приносит доход страны в виде налогов, валютной выручки и так далее, это уже есть. Понимаете? Есть уже огромная база промышленников, огромная база аграриев, которые хотят развиваться, но у них есть масса проблем, которые влекут за собой постоянно страх в развитии, в инвестициях и так далее. Потому что потенциал внутренних компаний, которые есть на сегодняшний день в Украине, очень большой. Почему-то потенциал не раскрывается, потому что всегда была искусственно создана масса преград для развития, для того, чтобы люди не боялись тратить деньги, для того, чтобы люди могли правильно кредитоваться, потому что инвестиционных кредитов в Украине фактически нет. Даже если они есть и дают их избранным, они очень дорогие. Поэтому люди всегда придерживают развития своих компаний, развития новых направлений и модернизацию своих существующих направлений. В бюджете нет денег. Но в бюджете с таким подходом и не будет никогда денег, если мы не будем вкладывать в экономику. Мы с помощью Федерации работодателей точно так же доказывали Министерству экономики, что каждая вложенная гривна в программу госкомпенсации сельхозпромышленности приносит на выходе для государства Украины гривны 50. 50% грубой рентабельности. Это можно мечтать, понимаете, такой рентабельности. То есть никто не хочет смотреть в длину. Все смотрит сегодня. Сегодня нет денег. Таких не будет никогда. Давайте вкладывать. Мы вкладываем, как бизнесмен. Почему государство не хочет вкладывать? Многие еще думают, что у нас делать никто ничего не имеет. Мы часто слышим эти слова. У нас делают все плохо. У нас руки не с того места. У нас качественно никто не несет ответственность. И все непорядочные компании и так далее. На самом деле я вам хочу сказать, благодаря тому, что мы очень сильно отстали от всего мира, большинство отечественных компаний, наоборот, делают вещи намного качественнее. Потому что нам нужно еще доказать, что мы ничем не хуже, чем иностранцы. Очень много нашей компании производит аутсорсинга для Европы. А потом мы приезжаем на эти объекты и говорят, посмотрите, как немцы умеют хорошо делать. А я знаю, что 50% из этого изделия это мы производили в нашем предприятии. Только клиент переплатил за это дело в два раза больше. И мне как ухмылка больше на это отреагировать я никак не могу, поймите. Потому что я знаю, что эти вещи делали мы, другие вещи делали еще один завод, третья вещь делал еще один завод. В Европе сделано 15-20% комплексная сборка и покраска и отправлено это все в Украину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова